Зачем вашей коже мист, спросите вы. Он важен для глубокого увлажнения и тем самым сохранения ее молодости. Но его важность может очень сильно уменьшаться, если покупать промышленные мисты с гликолями, спиртами и акрилатами в составе. Поэтому или внимательно читайте этикетку готового средства, покупая его в магазине, или смотрите мой видео урок, где я покажу процесс приготовления натурального миста своими руками, которое обеспечит вашей коже 3 этапа глубокого увлажнения. С вами Елена, канал Косметическая Кухня Бьюр и уже подписывайтесь на мой канал, ведь впереди вас ждет публикация новых интересных видео уроков. Сейчас на моем столе вы видите набор компонентов, купить которые можно в интернет в магазине Бьюр с доставкой по Украине и в другие страны мира. И с помощью этого набора вы сможете приготовить натуральный мист, следуя моим простым рекомендациям. И сделать это будет совершенно не сложно. Для начала я беру маленький, естественно простерилизованный стаканчик и добавляю в него 3% концентрированного глицериного экстракта серии Космифитамис «Зеленый чай». Где глицерин обеспечит поверхностное увлажнение кожи, а зеленый чай освежит лицо, придаст ему эластичность и тонус. В этот экстракт я добавляю высокомолекулярную гиалуроновую кислоту в количестве 0,2%, которая также обеспечивает шикарное поверхностное увлажнение кожи. Затем я тщательно все размешиваю, чтобы порошок гиалуроновой кислоты разошелся в глицерине. Такой простой лайфхак ускорит и упростит процесс растворения гиалуронки в воде. Затем я беру чистый простерилизованный стаканчик, в котором у меня уже заранее отмерено необходимое мне количество дистиллированной воды. И в воде я буду растворять увлажняющие компоненты, которые действуют на кожу по-разному и тем самым эффект увлажнения получается глубокий и пролонгированный. Почему активы могут по-разному увлажнять кожу мы рассказывали в статье блога Бюр, ссылочку вы видите в подсказках и в описании к видео уроку. Итак, дальше я вот и добавляю 3% компонента тригалоза, который способствует сохранению кожи влаги. На самом деле тригалоза уникальный актив, который обязан быть в каждом увлажняющем средстве. Зачем в рецептуру я хочу ввести 3% японского натурального увлажняющего фактора под названием Продью 600, который содержит в своем составе бетаин и комплекс аминокислот, которые являются глубокими физиологическими увлажняющими компонентами для кожи. А бетаин сам по себе увлажняет кожу по астматическому принципу, то есть способствует перемещению влаги из глубоких слоев кожи в роговой. По такому же принципу действует, например, атомизированная морская вода и минералы, такие как сепитоник и олигоушин. После того, как мы дали коже астматические компоненты и активы для глубокого увлажнения, важно также добавить влагоудерживающие ингредиенты. И с этой задачей чудесно справляются гидролизаты, молекула которых слишком большая, чтобы проникать вглубь кожи и увлажнять ее изнутри. Зато задерживаясь на поверхности, гидролизаты смягчают кожу и сохраняют влагу. В данную рецептуру я ввожу 2% гидролизата коллагена, вы же можете также использовать и гидролизат шелка. После этого я добавляю консервант Эуксил К712 в количестве 1,5%. Он легко распаряется в воде, но учтите, что данный консервант хорошо работает в водных средствах при pH ниже 5,5. О том, как правильно заменять компоненты в рецепте, если у вас нет того или иного актива, смотрите в нашем видео пособии в подсказочке, а также ссылочка в описании к видео уроку. Затем я возвращаюсь к ранее приготовленной глицериновой фазе с гиалуронкой и смешиваю ее с водой. И размешиваю данную смесь до однородности, пока глицерин и гиалуронка не растворятся полностью в водной фазе. Размешивать вы можете с помощью ложечки или вооружившись мини-миксером. После растворения глицерина и гиалуронки в водной фазе мне необходимо убедиться, что ее pH находится в нормальных рамках, то есть от 4 до 7. Убедившись в этом, я могу добавить последний компонент моей рецептуры, а именно неоцинамид или другими словами витамин В3 в количестве 3%. Неоцинамид увлажняет кожу, освежает ее внешний вид и повышает эластичность. Но работая с неоцинамидом всегда необходимо контролировать уровень pH даже на стадии производства, потому что при работе с неоцинамидом pH должен варьироваться в показателях от 4 до 7. После растворения неоцинамидом мы снова измеряем pH и корректируем его до показателей 5.0, 5.3. Как мы видим, по данной рецептуре pH находится практически в норме. Если же вы обладатель жирной кожи, вы можете опустить данный pH чуть ниже 5. Переливаем мист во флакон со спреем и пользуемся вместо тоника утром на очищенную кожу или в течение дня для увлажнения кожи и придания ей свежести. Не забывайте ставить лайки моему видео рецепту, обязательно пишите комментарии, какие еще видео необходимо снимать и переходите смотреть другой крутой видео рецепт тоника для лица с неоцинамидом. Встретимся с вами на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok